Сокрушительный удар, нанесенный в апреле 2016 года азербайджанскими вооруженными силами армянской стороне, является ярким примером готовности азербайджанского народа освободить все оккупированные земли. Но, как всегда бывает на войне, земли освобождаются ценой пролитой крови. В апреле минувшего года доблестные сыны Азербайджана не пожалели своих жизней во имя освобождения родных земель. Два брата, военнослужащие Сарван Мехралиев и Намик Мехралиев, принимали участие в освобождении стратегически важной высоты Ляли-ТП. Сарван был младшим из братьев. Его жизнь оборвалась во время апрельских сражений. Моя семья родом из Ходжалы. Сам я родился в деревне Балла, Рагдамского района Азербайджана. Мне очень трудно вспоминать этот день. Сарван мой младший брат. Мы всегда были вместе. Служить мы тоже пошли вместе. Всегда поддерживали друг друга. Как вспоминает Намик Мехралиев, в те апрельские дни командир сообщил солдатам, что армянские войска перешли в наступление и необходимо остановить атаку противника. Братья, не задумываясь, пошли в бой, как привыкли с самого детства. Вместе. Мы с братом поднялись на Ляли-ТП. Мы значительно продвинулись вперёд. Мы очень радовались, когда удалось водрузить наш флаг на Ляли-ТП. Это подняло наш боевой дух. Освобождение Ляли-ТП, откуда армянская сторона постоянно совершала провокации, а также вела обстрелы близлежащих населённых пунктов, стало одним из самых больших успехов контрнаступательной операции азербайджанской армии в апреле 2016 года. Я горжусь тем, что у меня такой брат. Каждый сын своего народа должен быть таким же, как Сарван. Благодаря самоотверженности таких храбрых сынов Азербайджана, как Сарван и Намик Мехралиевы, сегодня высота Ляли-ТП находится под контролем вооружённых сил Азербайджана. Освобождение высоты Ляли-ТП вдохнуло жизнь в ещё совсем недавно пустовавшее, находившееся под постоянным огнём, село Джоджук-Марджанлы. Теперь находиться здесь безопасно. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, полным ходом идут восстановительные работы на территории села, и уже совсем скоро жители Джоджук-Марджанлы смогут вернуться в родные края. Лила Курбанова, Алиса Рухай-Углу, Сибиси.